В субботу около 10 часов вечера рейсовый автобус «Нефтекамск-Карманово» под управлением 54-летнего водителя возвращался в город. В это же время напротив дома номер 3 по улице Янаульская 56-летний мужчина, не доходя до пешеходного перехода, решил перейти на другую сторону дороги. В результате произошло ДТП. Пешеход оказался под колесами автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в центральную городскую больницу города Нефтекамска и где скончался. Как заверило руководство водителя, совершавшего тот злополучный рейс, результаты проверки показали, что сотрудник был трезв. Но тем не менее был издан внутренний приказ о создании комиссии, которая проведет собственное расследование по факту случившегося. По результатам обследования будет составлен акт, будут приняты необходимые меры по предотвращению таких несчастных случаев. Но одновременно в настоящее время проводится дополнительный инструктаж с водительским составом, именно по работе в ночное время, по неосвещенным участкам дорог, в общем по работе осенне-зимний период эксплуатации. От лица руководства выражаю глубокое соболезнование близким и радым погибшего. В настоящее время водитель продолжает выполнять свои служебные обязанности, так как причин для остранения от работы сотрудника с 35-летним стажем вождения руководство не видит. Еще одно ДТП с пострадавшими, но с менее тяжкими последствиями произошло 29 сентября. Трактор и Форд Фокус не поделили дорогу. В результате последний оказался в кювете. Водитель 1986 года рождения, управляя трактором, двигаясь по улице Магистральной со стороны улицы Автозаводская напротив дома 7Б по улице Магистральной, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся прямо во встречном направлении, совершил столкновение с автомашиной Форд Фокус. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашиной Форд Фокус получил телесное повреждение и был госпитализирован в центральную городскую больницу города Невтикамска. Всего же за прошедшую неделю было зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий и поймано 330 нарушителей правил дорожного движения. Из них более 100 любителей быстрой езды. В нетрезвом виде было задержано 10 водителей. 6 автовладельцев забыли про ремни безопасности, 5 перевозили детей без автокресел, а еще двое не уступили дорогу пешеходам. Среди пешеходов зарегистрировано 15 нарушений ПДД. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».